Северная Осетия – это край, где горы словно пронзают небо. Их заснеженные вершины отражают древние легенды, а реки стремительно несут вниз, унося с собой шепот тысячелетий. Каждый камень здесь дышит историей, и каждый человек хранит в сердце огонь предков. Узкие горные дороги ведут к уединенным деревням, где традиции вплетены в повседневную жизнь, а осенний ветер приносит собой запах спелых плодов и звуки осетинской музыки. Северная Осетия – это земля гордых сердец и вечной красоты неподвластной времени. Всем привет! Нас зовут Тимур и Алена, и мы – охотники за необычным. В этом выпуске мы изучим все самые необычные места и культурные особенности Северной Осетии. Погнали! Начнем наше изучение Северной Осетии с одного из самых очаровывающих в то же время трагичных мест региона. Это Кармадонское ущелье. Именно здесь 20 сентября 2002 года трагически погиб российский актер, режиссер и сценарист Сергей Бодров-младший. Трагедия произошла из-за внезапного схода ледника, который обрушился в ущелье, вызвав мощный селевой поток. Под селью оказались более 120 человек, включая Сергея Бодрова и его съемочную команду, которая в это время возвращалась со съемок фильма «Связной». После длительных спасательных работ нашли тела всего 19 человек. Все остальные считаются пропавшими без вести. Покидаем Кармадонское ущелье и через перевал перемещаемся в самое легендарное место Осетии. Это мистический некрополь Даркфс. Одна из визитных карточек в Северной Осетии. В усыпальницах в своеобразных лодочках покоится более 10 тысяч человек. Историки до сих пор не могут объяснить то, что людей здесь хоронили в лодках, так как осетины никогда не имели выхода к морю или больших водных угодий. А слово Даркфс на осетинском означает «защитник ущелья». Здесь же, недалеко от некрополя, находится колесо Балсага. Это современный арт-объект, представляющий собой огненное колесо из осетинского эпоса. Такие арт-объекты — это одна из особенностей осетинских гор. Как раз к следующему символу Осетии мы и перемещаемся. Это самое необычная буква осетинского алфавита, созданная из букв А и Е. Она читается как более краткая и уверенная А. Кстати, эту букву используют не только в осетинском языке, еще она присутствует в датском, норвежском, исландском и фарерских языках. Выше по ущелью мы попадаем к Медагрибским водопадам. Их всего восемь, но больше всех внимание на Большой Зейгалан. Это самый высокий водопад в Европе и пятый по высоте в мире. Его высота — 750 метров. Переводится он как «падающая лавина». Хоть и оказаться в непосредственной близости у водопада довольно-таки сложно, но даже само Медагрибское ущелье заслуживает посещения. Это невероятно красивая зона с альпийскими лугами, где люди приезжают на много дней, ставя палатки прямо около реки. Погнали дальше. Наша следующая необычная достопримечательность — это скальная крепость Дзевгис. Это древнее фортификационное сооружение, которое снискало славу не только в Северной Осетии, но и по всей России. Идеальная локация позволяла защищать все Куртатинское ущелье. Крепость очень сложно заметить с первого взгляда, так как оно интегрировано в саму скалу. Внутрь скалы ведет проход, похожий на пещеру. Там же раскинулись несколько залов и множественные проходы на разные уровни. А мы через несколько перевалов выехали к Цейскому ущелью, где находится один из самых доступных ледников Кавказа — ледник сказка. Давайте попробуем дойти до подножья этого ледника. Доехали до верхней остановки Канатки. Точнее не верхней, а единственной остановки Канатки. И она не доезжает до ледника. Ледник вон там вот дальше. Даже не вот этот язык, а он вон туда вот наверх поднимается. Дальше пешком, да. Ну да, все идут вниз, но мы попробуем дойти до ледника сказка, такого самого известного, потому что это просто такой выход породы. Это даже не ледник, а там должен быть ледник. Вот, и мы попробуем пройти туда. Смотри, лавина здесь пошла. Да, да, точно, да. Ага. Ну и недавно вроде, да, она такая. Все, дошли. Друзья, мы дошли до подножья ледника сказка. Написано, что это самый доступный ледник в Асити. Красота, что скажешь. Я думаю, дальше мы не пойдем. Нам и здесь хорошо, и отсюда открываются очень красивые виды. Да, и там вот такие снежные столбики, но наверное на камере ну это и есть сам ледник, вот это. Тут еще снег, а вон там уже начинается лед. Я не знаю, как это объяснить, но ни одна камера не передает вот этот вот снег, видите, и при этом, ну тепло на самом деле. Я одела просто, чтобы не сгореть. Да, горы такие брутальные, ну как бы нету вот такой вот изящества, которые были там и в Чечне, и даже вот в Владикавказе, но и не знаю, почему-то в них там какой-то свой абсолютно невероятный шарм. Ой, мы спускаемся вниз, но тут зашла туча, вот прямо появилась туча и стало реально холодно. Ален, может оденешься? Потому что уже прямо реально мороз. И, ну, вы наверное знаете, в горах, когда солнышко, очень жарко, но как только появляется туча, становится очень-очень холодно. Поэтому учтите это, когда будете подниматься в горы, ну, во-первых, возьмите с собой обязательно теплую одежду, даже если внизу плюс 40. И, во-вторых, возьмите воду, потому что вот мы сейчас спускаемся вниз, и мы видим других людей, которые поднимаются, и они говорят, мы умираем от жажды, а мы тоже взяли маленькую бутылочку, но мы как бы знали, что тут небольшой подъем. Поэтому берите воду и обязательно что-нибудь вот как у Алены, толстовку какую-нибудь. Да, меня в очередной раз спасает толстовка Captain's Maid, потому что она не только красивая, но и теплая. Поэтому, друзья, если захотите такую приобрести, у нас будет по ссылке в описании ссылка и промокод для вас, с скидочкой. Реально крутая одежда, специально для романтиков и путешественников, таких как мы и вы. Мы спустились вниз на канатки и поехали устраиваться на ночевку. Наш глэмпинг Челави находится прямо здесь, в Цейском ущелье. И к нему вела вот такая вот дорога с просто невероятными видами. Так, друзья, мы приехали в наш новый глэмпинг. Называется Челави. У нас номер 8. Все тенты, все шатры вот с таким шикарным видом. И тут довольно-таки много. Вон там основной шатер. Так, ну что, друзья, начнем с самого главного. Вот с этого прекрасного вида. Сейчас я вас поближе покажу. Конечно, Северная Осетия – это кайф. Потому что здесь большие уже горы и вид. Такой просто эпический вид. Вот так вот. Вот такая вот кровать. Здесь кровати, кстати, друзья, с подогревами. Просто-просто не... Ну, в смысле матрасы с подогревами. Вот покажу сразу такие штучки. Друзья, самое главное – это первый, самый первый шатер из всех, где мы оставались. Где внутри, прямо в шатре, есть душ и туалет. Обычно это снаружи или это как-то такой вот комбинированный метод. Здесь прямо все есть. Шикарно. Мы будем отдыхать и вам расскажем, как здесь отдыхается. На следующее утро у нас была зарезервирована, пожалуй, самая необычная банька во всей Северной Осетии. Небольшая, уютная банька в Глэмпинге Челави считается самой высокогорной баней в России. Я это, конечно, не проверял, но могу утверждать, что виды отсюда однозначно самые лучшие в стране. А мы сегодня в баньке самой-самой первой. То есть сейчас всего лишь 9 часов утра, и мы уже паримся вот с таким вот видом. Алена попозже подойдет. Она любит поспать подольше, поэтому она вот еще отсыпается. Ну, через полчасика она подойдет, и как раз мы здесь будем завтракать. Друзья, это просто нереально. Родниковая вода в горах после вот такой вот горячей баньки с вот таким вот видом. Это просто космос какой-то. Круче я ничего не видел. Пойду еще на один заход. Ты даже не представляешь, как круто в этой бане сидеть, вот смотря на эти горы. Вообще полный кайф. А родниковая вода в бассейне? Ну да, в бассейне родниковая вода. Супер холодная, вообще полный кайф. Здесь прям все продумано, да, каждые мелочи. И вот направление домиков, и внутри, и в общем прям крутой. Сюда стоит приехать только ради бани даже. Даже если не оставаться здесь, вот ради баньки точно стоит приехать. Так, друзья, нам принесли завтрак. Вот такой у нас завтрак. Что у нас? Сырники, да? Сырники, да. Сырники со сгущенкой. Каша, яйца у нас. Травяной чай. Кашек. Со всеми классическими блюдами осетинской кухни. Мы, конечно же, попробовали три классических осетинских пирога и местное домашнее пиво Алутон. Давайте сегодня помолимся за то, что сегодня хороший, солнечный, какой прекрасный день. Спасибо скажем Всевышнему за то, что у нас есть такая возможность собраться в такой замечательной компании. Ну и естественно, какое же осетинское застолье без длинных тостов и песен. На следующее утро мы выехали из глэмпинга Челави и отправились дальше изучать Северную Осетию. Наш путь лежал к поселению Верхний Сгид, самому высокому населенному пункту Северной Осетии. Проезжая поселение Галлон и Садон, я вышел пообщаться с местными жителями. Мы уже несколько раз заметили очень странную вещь, и я хочу ее вам показать. Здесь в этих деревнях в основном заброшенных, но все равно здесь живут люди. Вот смотрите, горит свет. Везде есть вот такие вот телефонные будки, и мы, проезжая, видели, как мужик звонил по телефону. универсальные услуги связи, Россвязь. Да, есть гудок. Жетончики, наверное, какие-то надо покупать и звонить по телефону. Мы такого уже давно не видели, но здесь вот такие вот будочки. Наверное, проводная связь, это не мобильная. И она работает, люди пользуются. Я думал, уже такого, честно, нигде нету. А можно узнать, что вообще вот эти многоэтажки тут делают? Здесь было очень много жителей. Ааа, вот так вот. Несколько тысяч. Несколько тысяч. В 2002 году у нас было наводнение. Ааа, вот в чем дело. Вот занесло все эти дома, видите, вот на каких пор вода была. Да, 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 да. Я смотрю, они заброшены, думаю, что такое. И все выселили. Шахты залило все и закрыли. Ааа, понятно. А вы как остались? А мы остались. Да. Все в своих домах сказали, поселок уже не существует. Ну, тут уж в инстаграме не поведетесь, там поищите. Галор. Поселок, призрак, галор, садон. Спасибо, спасибо большое. Держитесь, спасибо вам. Хорошего вечера. И, ну, надеюсь, вернется все к жизни, кто его знает. Вот, друзья, узнали, узнали, что случилось с этими поселками. Мы подъезжаем к самой главной достопримечательности этого места. Это вот этот город Яса. На фоне великих горных вершин. И еще одна достопримечательность, это само село. Потому что это самое высокогорное село в Осетии. Поэтому мы поднимемся дальше, посмотрим на само село. Естественно, мы тут сделали такую небольшую фотосессию. Алена тут покрутилась, вот так, как пила. И мы поедем дальше. У меня сабли не было и папахи. Ну, ничего. Ты без сабли и с папахи. Потом у меня вот, видите? Да, у нее специальная одежда вот такая вот. Перевалив через очередной хребет, мы выехали в Дегорское ущелье к одному из самых красивых водопадов в Северной Осетии. Это Три Сестры. Дегорское ущелье считается самым красивым и зеленым в Осетии. Здесь большое количество турбаз и специально промаркированных для туристов троп. На этом горная часть нашего путешествия закончилась. Правда, по дороге на Владикавказ у нас еще две интересные локации, связанные с местной религией. Святилище Ныхаса Уастиджи. Это наиболее почитаемый представитель осетинского пантеона. А еще, друзья, это самая большая в мире скульптура коня весом 28 тонн. Тут стоит немного рассказать о традиционной религии осетин, которая называется Уат-цзин. Это политоистическая религия, в которой поклоняются множество богов и духов, каждый из которых отвечает за разные аспекты жизни и природы. Основное божество это Уастиджи, осетинская версия святого Георгия. И мы как раз приехали в священную рощу, место поклонения Уастиджи. Место называется Роща Хетага. Интересно то, что основным элементом ритуала поклонения Уастиджи является тост осетинским пивом Алутон. Поскольку у них вот это пиво было самое ценное, что у них было, они поэтому именно его и подносили. Но поскольку мы уже попробовали это пиво и поняли, что это ничем от кваса не отличается, реально от очень вкусного кваса, то в принципе, почему бы и нет? Да. Ну а почему это было самым ценным? Потому что в горах ячмень практически не рос. Поэтому все продукты из зерна... Оставляли особую ценность. Да, особую ценность. Поэтому и пиво. Ну и у нас остается изучить столицу Северной Осетии, с которой вы, скорее всего, и начнете ваше путешествие. Город Владикавказ. Кто живу в советское время, помнят его под совершенно другим именем. Тогда он назывался Арджоникидзе. Ну и совсем уж в давние времена он имел осетинское название – Цауджикау. Первым делом я хочу вам рассказать об одном блюде национальной кухни, которое обязательно стоит попробовать, находясь в этом городе. Итак, друзья, мне принесли национальный суп лыбша. Здесь, значит, говядина, картошка, на говяжьем бульоне очень много лука. Он, видать, со щавелем, потому что он прямо кисленький. Прямо, я бы сказал, очень кисленький. И очень вкусно. Мне прямо очень мараус. Ого! Ребят, прямо очень рекомендую, если говядину едите. Очень вкусный суп. Алене даже не предлагаю, но для меня прямо вообще идеальный. Пошли дальше изучать город. Если в целом брать, то здесь немного прямо таких ярких локаций. Я думаю, основная локация этого города – это сам город, это сами улицы, которые очень такие приятные. А мы на основной улице. Проспект Мира. То есть она получается пешеходная. Пешеходная большая улица, по ней идет трамвай. Вы местный, да? Я-то местный. Но самое главное… Вы тоже очень светленький. Для местного очень светленький. Но у нас вообще-то непонятно. Любые у нас есть. И на Узбеков похожи, и на всех, да? Турческо-язычные осетины вообще-то. Они в основном такие вот черноглазые, большие глаза, там смуглые, такие. А еще, друзья, одной из визитных карточек этого города считается вот этот вот трамвай. Раньше тут ходили такие аутентичные старенькие трамвайчики. Ну, сейчас его заменили на модерновые, но они тоже такие интересные, да, Ален? Компатичные, прямо такие аутентичные. Не то, что в Москве вот эти современные трамвайи, они тут такие какие-то мультяшные немножко. И они ходят прямо по пешеходной зоне вот этой центральной улицы, что тоже очень приятно, да? Они не так часто тут ходят, вот поэтому очень-очень приятно. Как бы сам трамвай создает такую еще дополнительную привлекательность этой улицы. Да, да, да. Город в целом оставил очень приятное впечатление. Кстати, в Советском Союзе он был столицей целых двух республик. Ингушетской и Северо-Осетинской. А мы вернулись в наш отель, который называется Атмос. Ну и, как обычно, это самый необычный отель в городе. Почему? Скоро узнаете. Как раз под закат заходит солнышко. Весь день гуляли в городе. Прямо, блин, очень атмосферненько, очень шикарно. Такая какая-то умиротворенность в этом городе. Вот. И, ну, может быть, он небольшой. Тут всего лишь несколько улиц. Но прямо, когда гуляешь, чувствуешь, что все вокруг доброжелательные. И все улыбаются. Очень много кафешек. Вообще, очень-очень приятная атмосфера. Я еще кое-что хотел вам показать у нас в отеле. Река Терек и отель стоит прямо на берегу реки Терек. Круто. Просто невероятно. Итак, если вы подумали, что мы переместились в горы, то это совсем не так. Отель Атмос находится прямо в центре Владикавказа. Это единственный парк-отель такого уровня в центре города. Здесь невероятно уютные двухэтажные домики со всеми удобствами. Теннисные корты, баня, куда мы сейчас направимся. И кое-что еще, что мы вам обязательно покажем завтра утром. Друзья, прямо перед нашим домиком вот такая вот шикарная банька. И нам тут накрыли прямо стол. Дали свежий веничек. И мы сейчас будем с Аленой париться. И у нас тут вот такая вот шикарная банька на настоящей русской печи. Мы прямо в бане попиваем чаек. Горный чай. Конечно, сейчас куча комментов будет, что в бане чай не пьют. Но мы пьем. Мы специально это сделали. Что вы прокомментировали. Что так нельзя, так не делают. Но у нас же в погоне за необычным. Поэтому мы как раз таки делаем все наоборот. Утром у нас был выбор поиграть в теннис или покататься на лошадях. Догадайтесь, что же мы выбрали. Итак, друзья, прямо здесь в отеле в комплексе Атмос вы можете покататься на настоящих кабардинских лошадях. Здесь гиподром прямо за воротами. Могу только одну отпустить. Мабуян молодец. И Алена тоже молодец. Все молодцы. Да, все молодцы. Потому что самое, наверное, сложное мне было держать стопу на широкой части. И пяткой нужно давить вниз. Мне как-то тяжеловато, потому что мне как будто растяжки не хватает. Это первый момент. И второй момент, оно мне иногда, ну, из-за этого, иногда она у меня проскальзывала вот так вот. Ну, то есть, ну, вот уже вот так вот. А так, ну, это неправильная позиция. Вот. Но в целом, ну, наверное, самое такое страшное было в самом начале, да, когда ты сел и еще не синхронизировался с животным. А сейчас прям классно. Вот. И главный герой сегодняшнего дня это Буян. Наш Буян, да. Буян, спасибо тебе. И Буян любит очень сахар. Вот. Вот мы его сейчас познаградим за его отличную работу. То, что он хороший был такой, молодец. Покатал, не буянил. Самое главное. Прочти, по жопе получил форму. Ну, немножечко. Но все-таки, как вы лошадь назовете, так она и поплывет. Все, друзья, выезжаем из нашего великолепного домика в отеле Атмос прямо в центре Владикавказа и отправляемся. Прямо на выезде тут заправка, в которой местные нам сказали заправиться. Здесь нормальное топливо. Поэтому мы сейчас заправимся и уже в горы. Еще, друзья, интересно то, что небольшая часть осетин мусульмане. Их, по-моему, около 25 или 30 процентов. И здесь, в Владикавказе, есть одна мусульманская мечеть. Вот мы напротив как раз этой мечети. Здание этой мечети считается самым красивым зданием в городе. Однозначно стоит прийти ее посмотреть. А она прямо на берегу реки. Такой красивый променад здесь. Ну и так, друзья, мы дошли до православного осетинского храма. Интересно, его только построили или это реконструкция? У меня такое ощущение, как будто это новый. У меня тоже ощущение, как будто это новый. Да, потому что видно, что углы все 90 градусов. Да, да, да. И современный такой дизайн. Ну, да. Ну, по-старину, но современный. Да, да, да. Значит, друзья, храм оказался новый. Мы спросили у женщины. Да, здесь горы, в общем, красиво. Очень классно. Так центр и ландшафт такой красивый. Столько ту и поспили. Вот такая, друзья, у нас получилась в Северной Осетии. А мы отправляемся дальше, в горы Кабардино-Балкарии. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, если понравился контент. Также подписывайтесь на наш телеграм. Все ссылочки в описании.